Девушки отдыхают Как существует он всего лишь наёмный убийца. Что в нём такого? Что в нём такого? Он идеальный клон. Его ДНК – наглядное пособие для любой генетической фирмы. Заполучив 47-го, любая страна-изгой быстро обеспечит себя взводом таких 47-х. Целой армией. Ваше заявление об опасности клонирования. Выходит, в этом их истинная подоплёка? Конечно. Но вы ведь не возражаете против клонирования в целом? Развитие медицины, шанс на извлечение... Медицина нам не поможет, если мы все окажемся под пятой диктатора с армией клонов. Не для записи. Джек, вы шутите? К сожалению, серьёзнее некуда. Поэтому мы должны были убрать 47-го. На свободе он был слишком опасен. Почему бы не найти его создателя? Мы искали. Но когда мы подбирались близко, наших агентов уничтожали. 47-й? Взгляните сами. 11.45 Сожалею, что мы вынуждены встречаться вот так. Личные контакты опасны. Обычно вы более осторожны. Что происходит? Судя по всему, в агентстве идёт утечка. Вот ваше задание. Спасибо. Потом почитаю. Ваша рана зажила? Ага. Это всё? Есть одно но. Мы не смогли точно идентифицировать цель. Впрочем, там находится агент ЦРУ. Мы полагаем, он знает цель. Цена информации – его спасение. Значит, моя ставка растёт. Уже учтено. Держите. Заказной яд? Пациентов выпускают из клиники только если они полностью излечились или мертвы. После введения яда жертва впадает в состояние спячки. Чтобы оживить, нанесите противоядие на губы. Что если этот агент уже мёртв? Я верю в вас, 47-й. Деньги уже переведены на ваш счёт. С возвращением. Рада слышать, что вы полностью залечили раны. Ваше следующее задание в Северной Калифорнии. Трое мафиози поступили в клинику для лечения от алкоголизма. Один из них намерен дать показания сразу после выписки. Наш клиент желает избежать этого, однако мы не знаем, кто именно из троих является целью. Агент, отправленный в клинику, чтобы выяснить этот вопрос, не выходит на связь уже несколько дней. Клиника выпускает на волю только трезвых или мёртвых пациентов. Агента, скорее всего, держат в состоянии опьянения по неизвестным причинам. Так что вам придётся убить его, а потом вызволить. Он нам нужен живым. Мы снабдим вас экспериментальным составом, который сделает его похожим на труп, а также противоядием, чтобы оживить его. С этой клиникой что-то не так, 47-й. Будьте на чеку. Всем доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня мы продолжаем прохождение замечательной игры Хитман Кровавые Деньги. Если не хотите пропустить новых серий, то обязательно подпишитесь на канал. А если у вас плохая память, вы можете это сделать прямо сейчас, не откладывая это в долгий ящик. Итак, поехали. Третья миссия под названием Бегущая Волна. Что у нас есть? Дополнительные патроны. Из дополнительного снаряжения у нас имеется бронежилет и улучшенный детонатор, который улучшает дальность взаимодействия с бомбой. Агент Смит. Спасем чувака и отправимся выполнять следующую миссию. Такой у нас план. Итак, что мы видим? Двух полицейских. Оказалось, врач. Хотел поговорить с чуваком из одиночки. Да. Он похож на врач. Вот и я о том. Правда, с его бумагой были в порядке, а по виду я сразу... Парень не... Даже трех полицейских. Я думаю, мы не будем церемониться и сразу же приступим к делу. Что мы лучше всего умеем? Конечно же, убивать. Так. Чувак ушел. Ну ладно. Этот тоже отошел. Видимо, разговор закончен. Что у нас здесь есть? Оружие. И полицейский, сидящий на кресле. Шум мы не будем поднимать, а также не будем тратить наши драгоценные патроны. Мы просто его задушим. Надо побыстрее душить. Уходи, сорок седьмой. Отлично. Он просто устал и уснул. По крайней мере, он так выглядит. Очень странно. Он будто бы не реагирует на него. И как же мне забрать вашу форму? Ты что, не видишь, у вас человек уснул? Иди проверь. Так, второй коп возвращается. Уж он-то точно должен проверить. Мертвый коп всегда вызывает подозрения. И это очень плохо. Пойдет ли он в заднюю часть комнаты? Да. Давайте его встретим прямо там. Убьем говнюка и заберем его в форму. В форме полицейского у нас не будет проблем. Как мы его... Вы посмотрите на эти мозги на стене. Давай сюда ствол. Электрошокер. Отлично. А тем временем, хайзенберг варит борщ. Угу. Я думаю, мы избавимся от всех копов в этой округе. В этой части больницы. На этом КПП. Ну давай же, выключи свет еще раз. Еще разок. Не хочешь? Это странно. А если я... А если я сделаю по-другому? Если я открою дверь? Нет. Его это не привлекает. Но он все равно идет сюда. Это нам на руку. Нет, все-таки не идет. Давайте еще раз. Эй, чувак. Смотри, что я могу. Оп. Оп. Кто это сделал? Какая уже разница, кто это сделал? Главное, что ты мертв. Давайте оттащим его. Три мертвых копа. Это... Это тревожно. Вот так вот, собственно, начинается серия. Я продумал целый план. Я немножко побегал по этой карте и понял, что в коповской одежде никто тебя не останавливает. По крайней мере, это самая топовая маскировка для этой карты. Можно пройти хоть куда. Красивое место. Красивое место. Однако... Мы здесь долго не задержимся. Привет, коллега. Как дела? Что у нас здесь есть? Ничего. Ты сюда решил прийти, да? Решил мне мешать своим присутствием. Хорошо. Я все равно взломаю эту дверь. Вроде бы никого. Это радует. Так, так, так. Щетчик питания и мент. Заберем все, что у них есть. Мало ли, какая ситуация может сложиться. Так, давайте выведем из строя этот щетчик питания. Отлично. Слушай, Джек, у нас там свет погас. Иди, проверь. Ага. Я говорю, иди, свет, проверь. Молодец. Видеокассета, забираем. А теперь можно заняться агентом Смитом. Так, так, так. Что у нас здесь? Тайное крыло. Где содержат политзаключенных, шпионов и прочие отребия, да? Парни в белых одеждах с тезерами. Давай ты тоже уснешь. Как и тот полицейский. Вот так. Тише, тише, тише. Не рыпайся, дружок. Все хорошо. Чшшшш. Что у тебя есть? Ключи есть? Куда б тебя тащить? Все-таки я ошибался насчет топовой маскировки. В этой части больницы меня не любят. Несмотря на то, что я полицейский. Ну, где же? Что, больше никого нет? Ну, тогда мы будем забирать все, что видим. Ага, побежал. И еще один. Ну, надо же. Что ты на это скажешь, ублюдок? Не уйдешь. Вот так-то. Решили в кошки-мышки поиграть со мной? Я агент 47, мать вашу. О, боже. Что мне делать с этими трупами? У меня только один ящик. Вот так. И вот так. Отлично. Так, а с вами, гаврики, что делать-то, а? Ладно, давайте оттащим их куда-нибудь. Такое место, где их не будут видеть. Например, на эту лестничную площадку. Все-таки здесь безлюдное место, и никто здесь не проходит. Наверное. Я так думаю. Так, дверь, что ты делаешь? Так, извиняюсь. Сигаретная пауза. Так. Там кофе стоял, я видел. Мне интересно, я могу ли... Могу ли я его отравить? Да, могу. То есть, можно было бы по-тихому все сделать, но... Мы пошли более кровавым путем. Кровавым и шумным. Так, где наш агент? Пока что никого. А ты кто? Ты хочешь мне что-то сказать? Что ж ты убежал, псих ненормальный? Ага, вот и он. Добрый день, рыжая башка. Ты, как я не догадался. Они накачивали меня психотропными. Такое со мной вытворяли. Конечно, тебя прислали расхлебать мою кашу. Вот, этот тип. Держи. Я вытащу тебя отсюда. Они меня не выпустят живым. Я знаю. Приготовься к укладчику, товарищ. Тише, тише. Извини, не привык делать уколы. Личность цели установлена. Продолжаю задание. Прекрасно, сорок седьмой. Возможно, вам будет интересно это узнать. Нарушился хрупкий баланс сил между нью-йоркскими и мафиозными кланами. И мы только что приняли два низкоприоритетных заказа. Помимо вашей основной цели, в клинике находятся два представителя одной и той же группировки. Конечно, мне это интересно. Уничтожив любого из них, вы получите бонус 50 тысяч за голову. Отлично. Решать вам? Вас понял. 50 тысяч за голову. Это как минимум одно бесплатное улучшение. Ну, почти. Я думаю, мы примемся за это задание. Все равно делать нечего. Паркур. Вот так вот. Так, нашего агента уводят в морг. А я бегу не знаю куда. Что-то какая-то паника. Это мне не нравится. Давайте делать ноги отсюда. Войдем через задний дворик. Здесь висит камера, но она нас не будет палить, так как мы кассету уже стырили. Зломаем замок, пока никого нет. И я знаю, что здесь одна из целей бухает периодически. Поэтому сделаем коктейльчик такой замечательный. Вот так. В следующий раз. Вернее, в следующего раза уже не будет. Меньше надо бухать. В принципе, можно было бы его задушить здесь, в качалке, но... Это слишком просто. Ну что, товарищи алкоголики, готовы? Я немного вас развеселю и добавлю экшена. Так. Закрыть дверь. Установить мину. Отлично. Осталось дождаться того гаврика. Агент уже в морге. Отлично. Так. Мы не будем терять времени и займемся еще одной целью. Никого. Давайте ему подрегулируем баллон с пропаном и уходим отсюда. Сегодня в этой больнице будет не скучный день. А вот и наша цель. Обычные сеансы, но чего-то никого нет. Мозговеды не видали? У меня на это время терапия назначена. Обычные сеансы. Выжидаем подходящего момента, чтобы обрушить нашу ненависть ему на голову. Что, чувак, ты не хочешь бухать? Давай же, она же там стоит, ждет тебя бутылочка в глобусе. Давай, возьми ее. С возвращением. Рада слышать, что вы полностью... Ну же, давай, давай, давай. Пока что все цели живы. Ага, пошел, да? Отлично. А теперь получай. Почувствуй силу десяти лет. Мать твою. Уходим отсюда. А перед уходом давайте посмотрим, как наша цель будет мучиться и корчиться от этих адских болей, которые мы ему доставим. Подождем его здесь. Вот он идет. Ну что ты идешь так медленно, будто навалил в штаны? Давай быстрее. У меня нет времени на твою херню. Давай быстрее, шевели булками. Господи, боже мой, ну что ты там ковыряешь в носу? Неужели ты не хочешь бухнуть? Ну же, она же тебя ждет. Я тебе приготовил такой микс. Зашибешься просто. Давай. Вот так вот. Молодец. А теперь... Теперь падай. Я говорю, падай. Это все. Наша цель нейтрализована от мук кровавого поноса. А может и не поноса. Не знаю, что с ним произошло, но он умер. Это то, что нам нужно. Что ты смотришь? Нифига себе уровень. До красного уже дошел. Что-то здесь не так. Ага. Вот еще одна цель. Доготовился. Отлично. Нам осталось вызволить агента Смита и бежать с ним отсюда. Проще простого. Главное не поднимать панику, товарищи. Не паникуем. Просто идем спокойно. Никого не трогаем. И сохраняем гребанное спокойствие. Неужели они нашли трупы? Нет. Переодеваемся в наш костюмчик и уходим. Видимо, их озадачило то, что агент умер. Якобы умер. Поэтому такая паника. Так. Коп и медик идут сюда, да? Надо спрятаться. Хотя нет, только медик. Отлично. С ним мы... А, он даже так пошел. Хорошо. Это еще лучше. Закрой дверь. Иди сюда, собака траная. Вот так вот. Давайте его оттащим чуть-чуть назад. Чтобы если какой-то коп сунет рыло сюда, не заметил трупа. Смит, хорош лежать. Пора привести тебя в чувства. Живой? Живой. А теперь уходим отсюда. Иди за мной, и все у тебя будет зашибись. Вот так, друзья мои. Мы справились с этой миссией прочь и простого. Вы можете посмотреть статистику. На камеру не попали. Это радует. Конечно, насилие у нас зашкаливает. Чуть-чуть пошумели. Ну и звание соответствующее. Но, в принципе, я доволен. А на этом все, дорогие товарищи. Подписывайтесь на канал, если вы забыли это сделать. Ну и, конечно, ставьте лайки. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok